Здравствуйте! Вы любите танцевать? Моя сегодняшняя героиня Марина Имас без танцев просто не представляет свою жизнь. Марина – ведущий тренер школы кубинских танцев Сальса-клуб Одесса, участник международных танцевальных фестивалей, судья конкурсов по социальным танцам и золотой призер всеукраинского конкурса «Джек и Джилл» по кубинской сальсо. Марина уверена, танцы меняют человека, наполняют оптимизмом и бодростью духа. Каждый танец – это маленькая жизнь. О том, как прожить ее ярко, мы поговорим в сегодняшней программе. Марина Имас – танцовщица, ведущий тренер школы кубинских танцев Сальса-клуб Одесса. Золотой призер всеукраинского конкурса по кубинской сальсо. Возраст – 42 года. Образование – высшее. Факультет романа германской филологии Одесского национального университета имени Мечникова. Знания иностранных языков – английский, польский, испанский. Хобби – путешествие и работа. Главное достижение – умение быть собой. Любимая книга. Оскар Уальд «Портрет Дариана Грея». Девиз по жизни – относись к людям так, как хотел бы, чтобы относились к тебе. Детская мечта – иметь самую большую в мире коллекцию бабочек. Мариночка, привет. Я очень рада нашей встрече. Ну, во-первых, с прошедшим тебя днем рождения. Спасибо большое, Катя. Вчера был твой день рождения. Расскажи, ты любишь этот день? Честно говоря, как сам день рождения, вот в виде празднования какого-то, я не очень люблю. На самом деле, при том, что я очень открытый человек, общительный. Сам вот этот вот день для меня почему-то последние годы больше приобретает значение какого-то узкого тепла. То есть мне хочется провести его с семьей, с самими близкими друзьями, в спокойной… Я не люблю там банкетов каких-то по поводу моего дня рождения закатывать, да? На другие я люблю ходить, словами нет. То есть это такой спокойный день, который я очень люблю, чтобы использовать его, побыть вот с близкими со своими. А что ты вчера сама себе пожелала? Я себе всегда одного желаю, чтобы были здоровы мои близкие, чтобы мне было комфортно, потому что когда они здоровы, когда они счастливы, хорошо мне. Готовясь к нашему интервью, думала, что истории большинства известных танцовщиц начинаются со фразой «Я вот сколько себя помню, танцую, я начала танцевать с самого детства, детства у меня не было, потому что я все время танцевала». У тебя история нетипичная, ты танцуешь относительно недавно, 9 лет, и тем не менее достигла больших высот, стала настоящим профессионалом. Расскажи, пожалуйста, о том, как в твою жизнь пришел танец. Мне всегда нравилась музыка красивая, мне всегда нравились какие-то яркие зажигательные ритмы, я не совсем еще понимала, что это такое, просто как-то вот внутри оно во мне бурлило. И в какой-то момент, когда в городе у нас появилась сальса, она только-только появилась. Этому предшествовала некая история, то есть мы пошли заниматься просто на сальса вместе с моим мужем. Ему тоже нравились эти зажигательные ритмы, мы просто не знали куда, где, как, что с этим делать. И как-то раз мы пошли с ним в какой-то клуб латиноамериканских танцев, я теперь понимаю, что это были просто какие-то бальные танцы, нам там что-то не очень понравилось, мы поняли, что что-то мы не можем найти, как-то вот эту точку приложения, продолжали об этом мечтать, вот хорошо было бы. И предшествовало этому такое событие в городе, как открытие ресторан-театр Пернардации, да. Наверное, многие помнят об этом значимом событии в нашем городе, когда открылось это безумно красивое антуражное место. И в этом ресторане-театре звучала музыка, это были латиноамериканские те самые ритмы, и там танцевали сальса. Ребята танцевали очень красиво, естественно, это было сразу стало очень модным, популярным местом. И, естественно, когда мы туда пришли точно так же, как и все эти люди, посмотреть, что что такое, и увидели, как танцуют ребята, я поняла, что мне срочно, срочно, прям в сию же минуту нужно вот вообще выяснить, что это такое, потому что я хочу частью этого стать, прям вот неминуемо это... Такая вот любовь была с первого движения. Просто на самом деле, когда ты видишь, как танцуют сальса, это не может не нравиться, потому что это настолько зажигательно, ритмично, красиво, все хорошее, все положительное, что можно, это восхищает, да, и когда особенно ты этого не умеешь делать, ты на это смотришь и думаешь, боже мой, как здорово. То есть я, естественно, увидела ребят, которые танцевали, все это прочувствовала, и тут же побежала выяснять, где, что и как. Мы нашли место, где проводят занятия, и занятия, кстати, проводились там же, в Бернардаце, и мы все вместе пришли и стали заниматься. И все, я вот тут же влюбилась в это, я поняла, что я без этого просто жить не могу. Это как бы сродни, ну нельзя так сказать, что это болезнь, но по сути, в какой-то степени, да. Это такая страсть всеобъемлющая, всепоглощающая, тебя это просто захватывает, и все. Ты уже не мыслишь себе существование без этого. Чтобы это понять, нужно попробовать, и нужно иметь внутри некую такую готовность, да, то есть какой-то огонь, который у тебя в характере есть, в темпераменте, который тебя соединит с этими вот, с музыкой, с этими движениями. И вот тогда оно все ложится на благодатную почву. Мы можем сказать, что, в принципе, твоя жизнь после того, как в нее пришла сальса, поменялась... Круто, кардинально, да, потому что ты мама двоих детей, ты работала переводчиком в крупной компании, да, у тебя же какое образование? Я закончила РГФ, роман и германскую филологию, да, у меня английский мой профильный язык, второй у меня язык был французский, но, к сожалению, я его не так хорошо освоила, как мне хотелось бы, да, то есть я, в принципе, понимаю, я читаю, говорить мне сложно. И, да, я работала очень много лет в компании британской. То есть образ у тебя был совершенно другой, не такой, как сейчас? Абсолютно, нет. Я была такой деловой бизнес-вумен, я ходила там в каких-то там деловых костюмах, да, и все это было очень серьезно, и мне это безумно нравилось тоже, потому что английский – это такая же моя страсть была в жизни, как и теперь танцы. Я работала много, была очень интересная, занималась и переводчиком была, да, в своей компании, занималась социальными проектами, я писала проекты на получение грантов, мы реализовывали эти гранты, да, помогали какими-то проектами людям, людям, которые в этом нуждались. Просто в какой-то момент я поняла, что я очень устала, потому что работа была насыщенной, а у меня уже было двое детей. С первым ребенком я работала до девятого месяца, и потом я ушла на месяц отдохнуть, родила, и через месяц я уже была на работе. И в таком же ритме я продолжила работать, и когда уже второй раз у меня должен был родиться ребенок, я точно так же до девятого, то есть повторилась с точностью. То есть ты была абсолютно счастлива в той жизни, на той работе, да? Да, да, мне было хорошо, мне было комфортно, очень насыщенно и интересно. В тот момент, когда ты стала уже серьезно обучаться сальса, муж в какой-то момент отошел, да? Да, да, мы начали вместе, ему очень понравилось, наверное, года полтора. Он занимался наравне со мной, он научился базе, он, в принципе, умеет танцевать. То есть где-то, когда мы на каких-то вечеринках или в поездках, звучит эта музыка. То есть мы абсолютно спокойно можем станцевать под нее и получить удовольствие. Но в какой-то момент он для себя, он все-таки мужчина, работа, дела. И в какой-то момент он немножко оставил это, и оставил это в варианте как бы отдыха. Для него этого достаточно. А я, естественно, поняла, что мне нужно развиваться, потому что мне это очень понравилось. Началось, кстати, это развитие с поездки с моей на Кубу, и мы поехали вместе с мужем на Кубу. Это как мекка такая некая была для меня Куба. Я преследовала такие определенные конкретные цели, когда я туда ехала. Я знала, что мне нужно посмотреть. Сальса родилась на Кубе? Сальса родилась на Кубе где-то в 60-х, наверное, годах. Там это все бурлит, кипит. Есть классические кубинские танцы. Один из них – сон. Это музыкальный ритм определенный. И это определенные музыкальные инструменты, которые участвуют в этой музыке. И есть определенный вид танца, который танцуется под конкретную музыку, под конкретные инструменты. К этому это и сальса, есть тимба, который сегодня современные ритмы, это уже тимба называется, танцуется, кубинская. Есть сон, есть ча-ча-ча, есть румба-гонка. Это тоже определенный один из видов кубинского танца. Ты просто эксперт в сальсо. Ты уже достаточно давно не просто танцуешь сальсо, а ты преподаешь в школе кубинских танцев сальсо-клуб Одесса. Тебя приглашают судить конкурсы по социальным танцам. Ты участвуешь в международных фестивалях. Вот расскажи о том, как случился переход на такой уровень. Произошел как-то сам собой. Вот даже не могу объяснить, в какой момент, когда я занималась, была просто ученицей, да, и развивалась. Я достаточно быстро очень подхватила это все, у меня стало все хорошо получаться. Но не воспринимала это все как работу потенциальную, да, это все было очень хобби. Появилось желание у людей научиться. И нас стали просить, как бы, вот, что мы должны это сделать, потому что кто же еще? Мы это мой, я и мой партнер, да, потому что мы начинали вместе с ним танцевать и, собственно говоря, и преподаем вместе уже много лет. Мы поняли, что нам нужно как-то организовать вот эти наши навыки, знания и использовать их для того, чтобы поделиться ими с кем-то еще. Стали преподавать. Дело в том, что у нас в школе есть несколько преподавателей, да, у нас вот в моей школе есть руководитель моей школы. Это моя близкая подруга, с которой мы вместе начинали. Когда я пришла к ней на занятия, она уже танцевала к тому моменту всего год. Но мне казалось, что это очень много, и она очень много умеет, и она хорошо танцевала. Но через время мы с ней выросли вместе практически и уже стали коллегами в каком-то этапе. Она преподавала изначально, а мы с партнером просто присоединились к тренерскому составу нашей школы. И просто стали преподавать потихонечку. Бачата и сальса было все. Но через какое-то время мы поняли, что очень сложно все это совмещать. Желающих было очень много. И мы решили сконцентрироваться вот на одном направлении, на танце, который называется бачата. Из всех твоих интереснейших встреч, знакомств, танцев, есть ли некий танец, которым ты сегодня гордишься? Вот интересно, что в социальных танцах этих танцев просто настолько много, и каждый из них ты проживаешь маленькую жизнь, и каждый из них остается в памяти. Очень редко, когда бывают эти танцы остаются на видео, например. Можно в интернете найти много танцев с какими-то там инструкторами известными и так далее. Но это бывает редко. На самом деле их гораздо больше в жизни, чем это возможно запечатлеть. В прошлом году я была на одном из фестивалей в Милане. Бачата Дэй он называется. И, естественно, на этом фестивале были мои любимые преподаватели бачаты, мои кумиры, которых я безумно люблю, которые меня очень вдохновляют, которые я пытаюсь от них брать максимум, что возможно. Я посчастливилась потанцевать вот с Джорджем. Это Атака, его называют Атака. Это пара, которая в танцевальном мире абсолютно все их знают. Нет такого человека ни единого, который бы не знал, кто такие Атака или Алимана. Таня и Джордж – это пара самая известная в бачате в мире, из которых началась популяризация бачаты в мире. Я с ним танцевала, да. Мне очень повезло, и это было безумно приятно. Это, естественно, в памяти навсегда останется. Я, естественно, думаю, это будет не последний мой с ним танец, потому что у меня впереди уже запланированный фестиваль, мы с ним общались. Узнать какие-то моменты, которые меня интересовали, спланировать какие-то моменты себе на будущее. Твой муж тебя полностью поддерживает на 100% за все твои поездки, все твои вечеринки. Вот как тебе удалось выстроить настолько правильное, настолько гармоничное взаимоотношение? Время петь дифирамбо не мне, а ему. Благодаря ему, благодаря тому, что он правильно это все понимает, воспринимает и поддерживает меня, все вот так вот удачно, хорошо складывается. Благодаря тому, что он в свое время был в этой социальной среде, он был в танцевальной среде, он прекрасно знает, как она устроена изнутри. И в принципе, это понимание для него достаточно для того, чтобы давать мне возможность заниматься, чем я хочу и не нервничать по этому поводу. Вот что интересно, что когда я что-то со мной вот в рамках этих фестивалей или там каких-то моих сальсомероприятий происходит интересное, а это чаще всего связано с танцем, а с танцем чаще всего связано с, естественно, партнером, с каким-то, либо это там атака, например, да, либо это просто какой-то другой известный преподаватель, инструктор, с которым мне очень интересно было потанцевать, и меня захлестывают эмоции. Первый, кому я об этом рассказываю, это муж. И он так радуется всегда, боже мой, как классно, как я за тебя, ты потанцевала с атакой, ой, ты потанцевала с тем, ой, и как впечатление, а вот что вот. И вот он с такой благодарностью, с такой вот поддержкой всегда реагирует на это, я ему очень признательна за это. И на самом деле для человека, который знает, как устроен наш мир, никакой нет сложности для себя, каких-то трудностей, ну, там нет абсолютно никакого повода даже что-то там как-то не отпускать меня и что-то там как-то не так думать. Ты мама двоих сыновей. Сколько лет твоим мальчикам? Моему младшему 12 лет, скоро будет 13, а старшему 18, и ему скоро будет 19. Совсем взрослый. Да, он уже очень взрослый. Не мальчик, мужчина уже. И это удивительно, конечно, но, естественно, я воспринимаю его как ребенка порой, и порой я борюсь с собой, потому что я понимаю, что я не должна этого делать. Он уже взрослый. Ну, мама есть мама, это всегда так. Он взрослый, он учится, он самостоятельный, он пытается строить свою жизнь уже сам. Я всячески содействую этому. Не ловишь себя иногда на мысли, вот неужели это я, мама этого мужчины? Ловлю постоянно, ловлю постоянно. Я, особенно, когда он стоит рядом, и я на него так должна снизу вверх, он высокий, очень такой красивый, и я должна на него снизу вверх посмотреть, а он на меня мамочка, мамочка басом. Конечно, я думаю о том, когда же пролетели эти 18 лет, я совершенно не понимаю. Это очень быстро, но я горжусь этим, конечно, потому что у меня очень хорошие дети. Помимо того, что ты очень много танцуешь, что еще позволяет тебе находиться в такой великолепной форме? Расскажи о своем образе жизни. Наверное, кроме танцев, это только просто здоровый образ жизни, потому что спортом я не занимаюсь вообще. Пять тренировок в день. Какой спорт? Да, да, да. Это постоянное движение. Я не люблю фитнес, потому что для меня это статично. Я люблю движение, мне нужны эмоции, мне нужен какой-то эмоциональный всплеск постоянно. В танцах я это получаю, и слава богу, потому что иначе мне бы пришлось, наверное, заниматься каким-нибудь фитнесом для поддержания формы и так далее. И еще, конечно, это образ жизни здоровый, потому что я не ем много, потому что я то ли не успеваю, то ли просто я не люблю много есть. Я ем то, что мне нравится, и мне повезло в жизни, что то, что мне нравится, это те продукты, та еда, которая полезна. Ты много путешествуешь. Я знаю, что в любой стране, в любом городе мира ты всегда стремишься посетить какую-то сальсо-вечеринку, посмотреть, как живет город сальсо-жизнью. Вот что бы из этого тебе хотелось привнести в нашу одесскую сальсо-жизнь? Было бы здорово, если бы у нас было больше живых концертов, потому что для любого сальсера, человек, который танцует сальсу, да, это испанский термин, на испанском языке, сальсеро – это мужчина, сальсера – это девушка, да. Вот для сальсерос, для всех, было бы очень круто, если бы было у нас больше живых концертов, живой музыки. А вот опиши свой самый любимый из семей на выходной день. Может быть, есть какие-то традиции ваши маленькие? Никаких особых там вот таких вот прям традиций нет, но мы очень любим вот воскресенье или когда вся семья собирается вместе. К сожалению, такое бывает не так часто, потому что все очень заняты, у каждого есть своя работа. Но мы абсолютно всегда стараемся находить время. Это обычно время за едой, за столом мы собираемся, это ужин каждый день или через день, когда у меня нет вечерних тренировок, и в выходные. Четвером, к сожалению, сейчас вот не вчетвером, а втроем, потому что мой старший уже не в Одессе учится, он уехал учиться в другое место совершенно. И, ну, по скайпу с ним вот иногда вот его так вот ставим и вчетвером все-таки едим. Это объединяет очень, и это безумно для меня ценные моменты в жизни, потому что они не так часто происходят. Ну и в воскресенье, естественно, мы любим сходить там в кино, например, с детьми там вместе. Это не ограничивается только моими детьми и мужем. Сюда включаются обязательно родители мужа, родители мои. То есть они к нам часто, мои родители приезжают в гости, либо мы идем в гости к родителям мужа. И вот эти моменты тоже, опять-таки, за столом, когда большая семья собирается. Любимое такое времяпрепровождение для меня. И с друзьями. Как твоя жизнь поменялась за 9 лет после того, как в нее пришел танец? И как ты изменилась? Еще больше открылось миру, потому что сальса принесла в мою жизнь очень большое количество хороших людей, новых знакомств, приключений, связанных с этим. И, естественно, я просто чувствую себя счастливее, наверное, в сто крат, потому что, честно говоря, сегодня, если вернуться в прошлое и подумать, что я не стала бы этим заниматься, я даже не могу подумать, что бы я делала сегодня, как без этого бы жила. Твое преподавание тоже приносит тебе колоссальную удовольствие. Да, это правда. Это правда. Мне очень повезло, потому что каждый человек будет счастлив тогда, когда он занимается любимым делом. Я вот всегда говорю, что я никогда ни часу не работала, потому что для меня это сплошное удовольствие. Мало того, у меня есть отдельный проект, который я очень люблю. Я веду такие занятия, которые называются «Леди стайл». Это бачата в рамках, естественно, танца, который я в основном преподаю. Бачата «Леди стайл» – это танец, который мы танцуем с девочками отдельно. Каждая абсолютно девушка, кто хочет танцевать, может прийти и научиться танцевать, если есть такое желание. Потому что я знаю, ко мне приходят абсолютно разные-разные девушки, которые мотивированы очень по-разному. Кто-то хочет научиться двигаться красиво, например, в жизни, на дне рождения станцевать красиво. Может, кому-то уверенности не хватает. Уверенности не хватает. Кто-то хочет просто танцевать и реализовываться вот на тренировках. Кто-то хочет узнать себя лучше, да, и реализовать какие-то свои внутренние комплексы, может быть, открыть или закрыть, я не знаю. Причины есть разные, но абсолютно все, кто хочет, ко мне девочки приходят. И, естественно, у меня есть старшие группы, девчонки, с которыми мы уже давно танцуем. Я безумно люблю эти тренировки. Мы не ограничиваемся тренировками, мы делаем выступления периодически, какие-то шоу-номера. Ну и просто девушки, которые приходят ко мне танцевать, они себя открывают по-новому всегда. И я считаю, что нет абсолютно ни одной девушки, которая не смогла бы танцевать. Все могут танцевать, если есть желание. Мне, ну, я всегда говорю, когда вы ко мне, если вы ко мне хотите прийти, мне от вас нужно одно – желание. А что нужно? А вот если у меня нет пластики, а вот мне ничего не надо, только желание, и вы будете танцевать. В чем твоя главная женская сила? Возможности быть собой, я могу себе это позволить. Я хочу это себе позволять и позволяю, и мне очень нравится это комфортное состояние для меня очень. Если бы тебя попросили станцевать Марину Имос, каким бы был этот танец? Я думаю, это будет танец, который я захочу сделать в этот момент. Это будет абсолютно танец настроения. Ты человек настроения? Да, я человек настроения, но я человек хорошего настроения, поэтому, по сути, я всегда в позитиве, я всегда открыта. И поэтому мой танец в любом случае будет такой. Но нюансы, которые, изюминку какую-то, я вложу в него, будет зависеть от непосредственно моего состояния в данный момент. Маринечка, я тебе благодарна за нашу беседу. Я думаю, что после сегодняшней встречи многие, кто посмотрит, если они по какой-либо причине еще не пробовали танцевать сальса, обязательно это сделают. Я желаю большого развития, процветания сальса семье. Ну и тебе, как главе этой семьи, я желаю много энергии и сил на новые проекты. Спасибо, Катюш. Спасибо. 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 Спасибо.